МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульноржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Во всех городах и районах Карагандинской области увеличились объемы строительства жилья. В нынешнем году по программе Нурложель запланировано ввести в эксплуатацию около 380 тысяч квадратных метров жилья. Укрепление светских принципов. Основа противодействия экстремистской идеологии. В Карагандинском доме дружбы собрались теологи, учителя, активисты и госслужащие из разных областей Казахстана. Карагандинские кардиохирурги спасли жизнь очередному пациенту. Врачи оказали своевременную хирургическую помощь больному, ставшему жертвой инфаркта миокарда. В Карагандинской области по государственной программе Нурложель в нынешнем году запланировано ввести в эксплуатацию около 380 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня во всех городах и районах количество строек увеличилось. Финансовый оператор государственной программы организовал пресс-тур, в ходе которого были продемонстрированы новые жилые дома. В 18-19-х годах в Караганде планируется строительство и ввод в эксплуатацию более полутора тысяч квартир по программе Нурложер. Все дома расположены в перспективном районе юго-восточной части города. Здесь строятся новые школы, детские сады и другие социально-культурные объекты. В общей сложности будет реализовано 1536 квартир. Стоимость одного квадратного метра жилья составит 100 тысяч тенге. Что касается квартир, количество, то по 100 тысяч тенге мы планируем реализовывать 147 квартир в этом доме. Остальные 45 квартир будут реализовываться по цене 140 тысяч тенге за квадратный метр. Жилье, которое реализуется по цене 140 тысяч тенге за квадратный метр, это нижние этажи с первого по пятый этаж в этом доме. Остальные квартиры, которые с шестого этажа и выше до шестнадцатого этажа, они будут реализовываться по цене 100 тысяч тенге. Для участия в этой программе нет особых требований. Достаточно быть вкладчиком Жилстройсбербанка и иметь на счету первоначальный взнос в размере 20%. Желающие уже с 26 ноября могут подать заявку с помощью личного кабинета на интернет-ресурсе банка, а также на портале baspana.kz. Стоит отметить, что претендент на жилье должен не иметь на территории Казахстана жилья на праве собственности в течение последних пяти лет. Банк будет формировать пул покупателей на 74 квартиры. В пул пройдут те, кто наберет максимальное количество баллов. Количество баллов зависит от периодичности пополнения депозита и срока его действия. Таким образом, чем раньше будет открыт и своевременно пополняться депозит, тем выше будут баллы. В следующем году в рамках программы Нур-Лежер распределяют еще 1389 квартир. Ставка по займу составит 5% годовых. Средняя стоимость однокомнатной квартиры для участников госпрограммы составит 5 миллионов 600 тысяч тенге. Соответственно, на депозите в банке необходимо накопить 1 миллион 100 тысяч тенге. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Укрепление светских принципов – основа противодействия экстремистской идеологии. Форум с таким названием состоялся в Караганде. В Доме дружбы собрались теологи, учителя, активисты и госслужащие из разных областей Казахстана. Казахстан является светским государством не только формально, но и по самой природе и духу всего казахстанского народа, писал в своей книге Нурсултан Азарбаев. Сегодня светский характер государства расценивается как ключ к успешному развитию страны. В этой связи делается все для сохранения мира и согласия. Это подразумевает и противодействие экстремизму. Участники регионального форума отмечают, что о проблемах в сфере религии важно и нужно говорить. Тематика форума – это основные принципы светскости, как противодействие религиозным экстремизмам и терроризмам. Здесь собрались сегодня ученые наших вузов, специалисты-теологи, представители Духовного управления мусульман Казахстана. Приехали специалисты, эксперты из других регионов, которым мы хотим обсудить эти вопросы и выработать какие-то, может быть, меры, поделиться опытом. В работе форума приняли участие теологи, госслужащие, учителя и активисты. Приехали эксперты в сфере религии из Алматы, Астаны, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павладарской и Североказахстанской областей. В каждом регионе разработаны свои методы по борьбе с деструктивными религиозными течениями, которые приносят плоды. У нас уже за один год в нашей области пятеро человек уже вернулись и держатся именно по мазхаву Абу-Ханифы. И оранжевые сняли жены, и дети уже в школу ходят. Ну, нормализовались и, наоборот, говорят, что спасибо, что есть такие люди, которые помогают им, когда им нужно. С докладом выступил представитель Министерства общественного развития Республики Казахстан. В своем выступлении столичный гость отметил, что, несмотря на светскость государства, Казахстан является частью мусульманской общины. А потому важно повышать религиозную грамотность людей, прививая им лучшие традиции ислама. Для этого будет создана Казахстанская школа понимания ислама. Создается собственная школа понимания ислама, не глядываясь и не опасаясь возможной борьбой критики. Отличительными чертами казахстанская школа ислама, на наш взгляд, должны стать опору на духовные, морально-этические ценности с учетом национальных и исторических особенностей нашей политической страны, умеренность, гибкость, восприятие устаревших догмом и адаптации к современным реалиям. В завершении форума состоялся семинар-тренинг для участников. С представителями молодежи провели информационно-разъяснительную работу. Все участники подчеркнули, что задачей первостепенной важности остается укрепление межконфессионального диалога, толерантности и духовного согласия. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские кардиохирурги спасли жизнь очередному пациенту. Врачи оказали своевременную хирургическую помощь больному, ставшему жертвой инфаркта миокарда. Операция прошла успешно, состояние пациента удовлетворительное. Марзатай Мананбаев – житель села Киншокэ Шетского района. Ничего не подозревая, он занимался своими делами в селе. Как вдруг сильно заболело сердце. Сначала он не придал этому особого значения. Но поскольку боль не утихалась, его доставили в районную больницу. Как оказалось, произошел острый инфаркт миокарда. В этой ситуации дорога каждая минута. После оказания всей необходимой помощи, больного в тяжелом состоянии перевели в областной кардиохирургический центр. Благодаря своевременному вмешательству врачей, пациента удалось спасти. На уровне Шетского района была оказана необходимая квалифицированная помощь. Была проведена тромбораставляющая терапия, успешная. И он был доставлен к нам уже в намного лучшем состоянии. И мы уже спокойно здесь взяли его в операционную, проверили сосуды. Выявили, где находится проблема. И провели такое вмешательство, как стентирование коронарной артерии. Тоже успешная, благодаря чему самочувствие его стабилизировалось. По словам пациента, раньше у него не было проблем с сердцем. Он всегда старался вести здоровый образ жизни. Поэтому для него эта болезнь оказалась полной неожиданностью. Он поблагодарил людей в белых халатах за подаренную ими вторую жизнь. На сегодняшний день состояние больного оценивается врачами удовлетворительно. После выписки Морзатай Мананбаев будет находиться под наблюдением врачей Шетского района. Самое первое, что у меня операцию сделали, это Джакшеви, вроде фамилии Азамат. Ему большое спасибо. Потом медсестре из реанимации и восстановочной палаты. Всем большое спасибо, что они могли меня восстановить. Для врачей областного кардиохирургического центра подобные операции стали обыденными. Они занимаются этим делом более 10 лет. Согласно статистике, в центре за год выполняется более 3000 коронарографий и 1000 стентирований коронарных артерий по диагностике и лечению ишемической болезни сердца. Мульдир Нурлан Кызы, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первые Карагандинские. В этом году весь казахстанский народ отмечает 350-летие видного деятеля Бухаржирау Калкаманула. В связи с этим в Карагандинском университете Булашах прошла научно-практическая конференция республиканского значения. Абсолютно все задаются вопросом, кто такой Бухаржирау, его существование – это быль или красиво передана веками легенда? Жил ли он или нет? В каких краях родился? И таких вопросов очень много. Целый месяц участники конференции знакомились, изучали и исследовали богатое наследие великого казахского поэта Бухаржирау Калкаманулы. Молодые исследователи не только собирали сведения о Жирау, но и пытались всецело проникнуться его творчеством. Ведь кем были казахские Жирау? Это люди, заслужившие уважение не только хана, но и народа. Жирау – это тот, кто заботится о благополучии народа. Бухаржирау был очень чуток горестям и радостям казахского народа. Каждое его слово наполнено благородством, мудростью и сопереживанием. Участница конференции Акерке Байбакир сразу для себя определила тему исследования. Я давно увлекаюсь творчеством Бухаржирау. Практически с начальных классов мы с моим научным руководителем разрабатываем проекты и участвуем в различных конференциях. В своих песнях Бухаржирау затрагивает судьбу казахского народа в трудные годы. Поэт справедлив и мудр. Его поэзия проникнута любовью к своему народу. Напомним, что в Карагандинской области был запланирован ряд мероприятий в честь 350-летия Бухаржирау. Как известно, празднование началось в селе Бутакара с возложения цветов к памятнику Великого Жирау. Сегодняшняя республиканская научная конференция является продолжением. Свыше 80 человек подали заявку на участие. Масштабность мероприятия отмечается прежде всего самими организаторами. Данная конференция была посвящена 350-летию казахского жирау Бухаржирау в Калхаманово. Были участники, приехали со всего города Казахстана, в том числе и нашей Карагандинской области. С городов, как Жизказган, Балхаш, в том числе и с районов, и сельских округов. Президент страны в государственной программе Рухани Жангару особо отметил модернизацию духовного сознания и, прежде всего, молодежи. Отметим, что подобные научные конференции способствуют становлению специалистов, мастеров своего дела, находящихся в вечном научном поиске. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде прошел фестиваль культуры и искусства. В традиционном мероприятии, посвященном 20-летию Астаны, приняли участие студенты из восьми колледжей. Фестиваль был организован в рамках программы Рухани Жангру. Фестиваль культуры и искусства проводится третий год подряд. Так у студентов колледжей Караганды появляется возможность на время окунуться в иную культурную среду. Менеджер кинотеатра Сара Жайлау Дарья Бурханова рассказывает, что таким образом организаторы стараются привить молодому поколению интерес к изучению культуры, истории и традиций других народов. Тем самым будут другие познавать традиции, обычаи других народов, познавать это. И, конечно, это все сводится к тому, что мы должны всегда уважать и ценить опыт других народов, их обычаи, традиции. Только в тесном таком взаимодействии, когда мы можем действительно с таким уважением относиться к другу и к обычным традициям, мы всегда будем сохранять мир на земле нашего Казахстана. Перед участниками стояла задача продемонстрировать уникальность выбранной ими страны, показать зрителям, насколько разными и удивительными являются обычаи и быт народов мира. К примеру, благодаря фестивалю некоторые казашки примерили ханбок, прикоснувшись тем самым культурным традициям династии Жосон. Наши девочки будут петь и танцевать национальный танец, и также еду, и национальные костюмы ханбок. Почему именно Корея? Потому что это очень красивая страна, и также она очень даже продвинутая на данный момент. Всего в фестивале приняли участие более сотни студентов из восьми колледжей Караганды. Мероприятие было организовано в рамках программы «Рухани Жангру». Поддержку при подготовке к фестивалю участникам оказали этнокультурные объединения региона. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболгстер. Редактор субтитров А.Семкин